МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вечер добрый", вы смотрите новости. В студии Максима Лукьянов. Коротко о главном. Пирожки под запретом в Казахстане запрещают продавать продукты питания, которые произведены в домашних условиях. Подробности в материале Рослава Богатырева. Реконструкция школ, детских садов, больниц, строительство дорог и многое другое. За последние 6 месяцев кустанайские бизнесмены вложили в экономику региона почти 3 миллиарда тенге. Андрей Деменок расскажет подробнее. Польские скауты прибыли в Кустанай. Ребята являются участниками глобального велопроекта Байк Джамбри. На этих выходных скауты отправятся в Россию. Подробности материалей Динары Абдировой. Итак, пирожки под запретом. Минздрав Казахстана утвердил новые требования к объектам розничной и оптовой торговли. Теперь отечественные фермеры не смогут продавать молоко, творог и другие молочные продукты со своего подворья. Под запретом оказалась продажа домашних консервированных огурцов, помидоров и грибов. Подробнее об этом в материале Ярослава Богатыревой. У Татьяны Балюк три дачи. Уже более 15 лет она продает излишки домашней консервации на рынке. Есть постоянные клиенты, которые именно у нее покупают хрустящие соленые огурчики, маринованные грибы и зимние салаты. По признанию Татьяны Нестеровны копаться в земле, а потом возиться с соленьями – для нее одно удовольствие. Плюс дополнительная прибавка к пенсии. Делаю все, это все со своего. Выращиваю на своих дачах. У меня три дачи. Мы выращиваем все свое, абсолютно, все чистое, все натуральное. Все делаю, все аккуратно, чтобы человек ко мне подошел, купил и в следующий раз еще раз пришел. Потому что если невкусно сделаешь, уже человек ко мне не придет. А если я сделаю вкусно, чисто, обязательно придут и купят. Все это, все с дачи выращиваю, нигде не покупаю продукцию. Все у меня свое. Теперь продажи консервированных в домашних условиях овощей под запретом. Минздрав утвердил санитарные эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукции. В этих требованиях прописан целый перечень продуктов, которые нельзя продавать в торговых точках. Под запретом у нас герметически упакованная консервированная продукция непромышленного изготовления, изготовленная в домашних условиях гражданами или в личных каких-то подсобных хозяйствах. Продукция кулинарная, мясная, мучные изделия, рыбные изделия. То есть это готовая продукция, которая тоже изготовлена в домашних условиях. Свежие грибы и консервированные грибы непромышленного изготовления. Творог, молочная продукция из непастеризованного молока. Это вся продукция под запретом на точку торговли. Запрещено также продавать домашних животных, скот и птицу в живом виде. При этом, признаются санврачи, проверять точки торговли, согласно новым санправилам, они могут лишь по жалобам потребителей или внепланово методом мониторинга и случайного закупа. Карательных функций не предусмотрено. Эти обязательства возложены на местную полицейскую службу. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН. А теперь к другим темам. Ремонт школ, детских садов, больниц, многоквартирных домов и реконструкция дорог. Бизнесмены Кустанайской области все активнее вкладываются в социальные направления. На сегодня общая сумма частных вложений превысила 3 миллиарда тенге. Такой всплеск социальной ответственности бизнеса чиновники связывают с недавней принятой программой «Рухани-Жангеру». К реконструкции улицы Ленина в Затобольске приступили еще в 2014-м. Планы у чиновников были амбициозны. Поменять водовод, уложить новое дорожное полотно и установить бордюры. Однако дальше замены коммуникаций дело не сдвинулось. Время шло, нового асфальта все не было. Позже закончился и срок действия ПСД. Проект был заморожен почти на два года. Продолжить реконструкцию, которой районной казни обходится в 543 миллиона тенге, удалось только в этом году. Освоено уже 119 миллионов тенге. Остается освоить только октябрь и ноябрь, после завершения. Срок у нас в этом году до 30 миллионов. Сколько ты на улице? 2,4 километра. 2,4 километра. Это самая проблема была улица. За последние полгода районные чиновники заключили меморандумы с местными бизнесменами на 180 миллионов тенге. На эти деньги районному Акимату удалось отремонтировать участки сразу нескольких дорог, отремонтировать фасады и крыши жилых домов, а также муниципальные объекты. Аналогичная работа по привлечению инвесторов, отмечают в областном управлении внутренней политики, с апреля этого года ведется по всей области. На сегодня за счет частных средств уже завершены 74 проекта, еще 81 находятся на стадии реализации. Их общая стоимость – 3 миллиарда тенге. Можно привести вот несколько примеров. В частности, вот в Жангельдинском районе семья Спобедковых построили футбольную площадку. В Джатагаринском районе наиболее активно – это акционерное общество «Кустанайские минералы». При этом в разном направлении ими оказывается социальная помощь. В Камыстинском районе, к примеру, в селе Карабатыр, то агрофирма Карабатыр производит реконструкцию сельского клуба. В Карасовском районе сельхозтоваропроизводители за счет собственных средств произвели ремонт Октябрьской и сельской больницы. Примеров социальной ответственности бизнеса отмечает Зауре Байменова. Сегодня в Кустанайской области – десятки. При этом оказать посильную помощь может любой желающий предприниматель. Монорбек Косколов, Андрей Деменок, РТН. В Казахстане готовится к принятию новый земельный кодекс. Причем в его обновлении активно участвует население. Весь прошлый год и нынешний в Кустанайской области работала комиссия по земельной реформе. Ее представители собирали мнения и рекомендации кустанайцев. Что предложили и одобрили кустанайские сельхозтоваропроизводители, расскажут мои коллеги. Весь прошлый год и нынешний в Кустанайской области активно работала комиссия по земельной реформе. Ее представители собирали мнения о предложении кустанайцев, касающиеся изменения в земельный кодекс. Как отмечают в Управлении земельных отношений от жителей области, большую поддержку получили пункты по аренде сельхозземли казахстанцами на конкурсной основе и ведение постоянного контроля за рациональным использованием земли. Установлен максимальный размер земельных участков, с исходя этого назначения, которые могут находиться в аренде уголовных станций в пределах административных районов каждой области по видам угодий. Установлен запрет на представление земельных участков, расположенных в пограничной полосе и пограничной зоне иностранцам, лицам безгражданства, гражданам республики Казахстан, состоящих в браке с иностранным или лицам безгражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам республики Казахстан с иностранным участием. Кстати, обязательным условием участия в конкурсе на получение земли будет предоставление бизнес-плана ведения хозяйства на этом участке. Для решения проблем с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья законопроектом предусмотрены нормы, согласно которым вокруг населенных пунктов будут определены площади пастбищ для выпаса животных из личного подворья. Причем этими землями не смогут пользоваться другие физические юридические лица. За этим будут следить сельские Акимы. В Акиме будет представлена возможность их изъятия путем относения нужд населения в пастбищных угодий к государственным нуждам, что позволит решить проблему с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья. В связи с принятым законом о пастбищах Акиматом в Станайской области ведется работа по разработке и утверждению планов по управлению пастбищами. На сегодняшний день на Акиматоме районов принято 7 постановлений, из них 3 утверждены на сих атом районов. Однако регистрация в настоящее время в органах юстиции не пройдена. Все эти изменения, по словам Батырбека Ахметова, уже рассмотрены на заседании правительства, а проект одобрен и направлен в мажорист парламент на рассмотрение. До конца года планируется его принятие. Батырбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН Сократить срок задержания подозреваемых, расширить возможности адвокатов, создать отдельное судебное ведомство. Возможно, в один из кодексов Казахстана будут внесены изменения, которые коснутся процесса проведения расследования преступлений. По мнению судей, это даст возможность гражданам лучше защищать свои права и, напротив, не даст правоохранительным органам выйти за рамки следствия. Подробнее в материале Виталия Луговского. О возможных изменениях в уголовном процессуальном кодексе Казахстана рассказало руководство специализированного уголовного суда Кустанайской области. Нововведения обсуждали в сентябре на съезде казахстанских судей. Например, предлагается сократить срок задержания подозреваемых до избрания меры пресечения с 72 до 48 часов, то есть с 3 до 2 суток. За этот промежуток времени органы уголовного преследования должны собрать доказательственную базу, принять решение о задержании, то есть о избрании меры пресечения в виде содержания под страх, или там залога, или вообще отпустить и так далее. Значит, исключение в отношении несовершеннолетних, их можно будет даже по особо тяжким преступлениям задерживать всего на 24 часа. Также предлагается принять меры, чтобы исключить практику сбора правоохранительными органами доказательств, выходящих за пределы расследуемого дела. В частности, забрать функцию санкционирования негласных следственных действий, например, таких как видео или аудио наблюдения, прослушка телефонов и других у прокуратуры. По закону санкционное негласное следственное действие дает только прокурор областей или городов, приравнив к ним городов. Значит, в будущем предполагается, что эти полномочия перейдут к следственному суду. Предлагается вообще создать отдельное ведомство, следственный суд. Именно его сотрудники будут надзирать за законностью проведения всех досудебных расследований. Можно будет обратиться в следственную суду по любому поводу и обжаловать любое следственное действие, в том числе и задержание, избрание меры пресечения, на стадии досудебного расследования. Даже на стадии возбуждения уголовного дела, с момента регистрации в едином реестре. Для этого предлагается расширить и полномочия адвокатов. Председатель спецсуда уточняет, что законопроект, предлагающий изменения, только разрабатывается. Но, по его мнению, в будущем он будет принят. Я Рахмичин, Наталья Луговской, РТН. Окончательный список технологий, представленных на международной специализированной выставке Экспо-2017, которые будут внедрять в Казахстане, будет определен до конца октября. По информации Министерства энергетики, больше интерес бизнеса и госорганов привлекают инновации в сфере энергоснабжения и зеленой экономики. В Казахстане готовятся к внедрению проектов, представленных на международной выставке Экспо-2017. Почти две сотни компаний республики сегодня готовы внедрять у себя инновационные технологии в сфере зеленой экономики, энергетики, угольной промышленности. Рассматривают проекты и акиматы областей. Если говорить о акиматах, то акиматам наиболее интересным мы видим, что это технологии, которые позволят им использовать принципы умных городов. Это какие-то технологии, связанные с информационными, коммуникационными технологиями, которые позволили бы им улучшить работу инфраструктуры городской, жилищно-коммунального хозяйства. Это вопросы, которые они могли бы решить в сфере энергоэффективности и энергосбережения, ресурсопотребления. Сейчас речь идет о возможности внедрения 103 представленных на выставке Экспо-2017 технологий. Окончательный список, предназначенный для внедрения в Казахстане, будет определен до конца октября текущего года. В деле у системы компания «Солид Австрия». Почему мы именно основились на этой компании? Она зарекомендовала себя на рынке гелиосистем, как бытового назначения, так и общепромышленного. И ее оборудование можно использовать не только для обогрева, но и для охлаждения зданий. Мы связались с представителями заводов данной фирмы и намерены провести опытно-промышленные испытания на объекты Казахстана с дальнейшим внедрением применения этих систем именно как на зданиях офисных, жилых помещений наших для обслуживающих персонала, так и на промышленных зданиях и сооружениях. Решения о финансировании по каждому проекту будут приниматься самими компаниями или акиматами. Если говорить об инвестировании из республиканского бюджета, то пока выделение средств не планируется. Ярослава Богатырева, РТР. В Кустанай приехали скауты из Польши. Ребята – участники всемирного проекта «Байк Джамбори». Они группами на велосипедах путешествуют по разным странам. Свою поездку они начали в мае и планируют через два года всем составом приехать в США, где пройдет всемирный слет скаутов. В воскресенье ребята отправятся в Омск, где и передадут велосипедную эстафету другим участникам. Динара Абдирова увиделась с иностранными гостями. Анна Рупневская приехала в Кустанай из Польши. Девушка участвует в глобальном скаут-проекте «Байк Джамбори», суть которого – передать велосипедную эстафету другим скаутам из разных стран. Девушка – студентка иностранного факультета одного из польских университетов. И этот проект, дельца Анна, помогает не только практиковать языки, но и знакомиться с новыми людьми. Идея в том, чтобы скауты получили возможность путешествовать по всему миру на велосипедах, показать, что в скаутском движении есть сила, ведь мы же скауты. Мы хотим показать, что ездить на велосипедах можно по всему миру, даже зимой. Хотим на велосипедах приехать в США, где в 2019 году пройдет всемирный «Джамбори» – слет скаутов. В группе польских скаутов четыре человека. Велосипедный марш Казахстане ребята начали с города Алматы, затем побывали в столице и теперь прибыли в Кустанай. Отличить их на улицах города очень легко. На шее у каждого аккуратно повязан скаутский галстук. Это знак, что мы скауты из Польши. Пионеры в всем мире, скауты имеют такое, только подобное звание хусты. Мы первый раз в Казахстане. Это очень интересная страна, красивая такая. Встречали гостей кустанайские скауты отряда «Полюс» из Карасузского района. Этому скаутскому движению уже больше 10 лет. К слову, в стране скаутинг действует лишь в нескольких городах. В Астане, в Павлодаре и в нашей области. Существует несколько мнений о том, кто такие скауты. Но большинство придерживаются того, что это, можно сказать, подобие пионеров. Но это было европейское происхождение, даже американское. Мы занимаемся воспитанием подрастающего поколения. Мы формируем также маленькие группы. И, получается, проводим тренинги. По миру скауты-велосипедисты путешествуют уже два года. Из-за большого числа участников их разделили на 34 группы. У каждой группы есть свой маршрут, который обозначен на специальной карте. В воскресенье группа скаутов-велосипедистов из Кустаная отправится в российский город Омск. Там они передадут эстафету другим участникам и вернутся в свою страну. Дмитрий Гуренко, Динара Абдирова, РТН. Кустанайцам впору доставать зонты. Антициклон, благодаря которому в Кустанайской области была теплая погода, покидает территорию Казахстана. По словам начальника отдела прогнозов Кустанайского филиала КАЗ «Гидромет» Валентины Загребиной, из западных районов республики начинают смещаться атмосферные фронты, которые по их мере перемещения на восток будут вызывать местами кратковременные дожди. В субботу и воскресенье температура ночью ожидается 0,5, днем – плюс 10,15. В понедельник днем будет плюс 5, плюс 10 градусов, ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. В целом, по словам синоптиков, в Кустанай будет теплая, неустойчивая погода. Моя часть выпуска на этом завершена. С вами прощаюсь, ну а после рекламы вас еще ждут новости спорта. До свидания.